Лауреат международных конкурсов Анна Денисова в своей 24 уже выступала и на российской сцене, и за рубежом. Талантливую пианистку отметили в артистическом центре Ямаха. Как известно, он всегда поддерживает молодых музыкантов и пригласил дать единственный концерт в Сочи. Поступать Анна будет с сочинским симфоническим оркестром. Сегодня была вторая репетиция с коллективом. Конечно, оркестр был очень ошарашен и приятно удивлен такой умелой молодой солисткой, которая вчера на первой репетиции показала просто высший класс. Показала великолепное владение инструментом, знание Прокофьева, знание стиля, прекрасную технику показала. Оркестр, конечно, тут же оценил. Теперь оценить талант Анны Денисовой предстоит сочинцам. Она признается, любит выступать и перед российским зрителем, и перед зарубежным. Самое главное, чтобы люди любили музыку. А представит она публике симфоническое скерце Поля Дюка, ученик-чародея, концерт Сен-Санса номер два для фортепиано с оркестром соль минор и общепризнанный шедевр фортепианного искусства 20 века, третий концерт Сергея Прокофьева до мажор. С оркестрами талантливая пианистка выступает с шести лет. У меня обнаружили абсолютный слух, когда я пела песенки Любе, группы Любе, и пела достаточно чисто, и поэтому меня отдали. Хотя я изначально хотела заниматься на скрипке, меня брали на скрипку, меня взяли в несколько главных музыкальных школ. Мама сказала, в днесинку в том числе, мама сказала, нет, мы будем играть на фортепиано. Вот мы и играем уже столько лет на фортепиано. Анна Денисова закончила с красным дипломом центральную музыкальную школу в Москве при консерватории. Саму консерваторию продолжает учиться в Англии, куда ее пригласили три года назад. Сейчас заканчивает Северный Королевский колледж в Манчестере. Но уезжать не собирается, там же обучение продолжится. Параллельно с концертами из Сочи солистка Денисова летит в немецкий Гамбург, а оттуда в Лондон, где 28 марта очередное выступление. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.